Взвод танков под командованием гвардии лейтенанта Митта Сергея Михайловича 26 июня 1944 года на полной скорости несся в сторону переправы через реку Адров. Шла операция Багратион, и советские войска освобождали многострадальную Белоруссию. Чтобы не снижать темпов наступления, необходимо было во что бы то ни стало захватить мост возле деревни Засекли, по которому без проблем могли переправиться на другой берег советские многотонные машины. Сделать это нужно было быстро, чтобы враг не успел опомниться и взорвать переправу. Усложнялась эта задача еще и тем, что у моста немцы выстроили довольно крепкую оборону. Эту трудную задачу поручили взводу товарища Митта. Сергей Михайлович решил действовать быстро и решительно. На предельной скорости он на своем танке ворвался на позиции противника и гусеницами подавил два 88-мм противотанковых орудия вместе с расчетами, а потом направил свой взвод на немецкую колонну с боеприпасами. Но на пути советских танкистов возникла Пантера, вкопанная в землю. Уничтожить ее нелегко, а действовать надо быстро. Товарищ Митт направил огонь всего взвода на танк противника и сам третьим снарядом поджег Пантеру. А потом, круша все на своем пути, стал давить немецкую колонну, превращая все в груду металла. Помня о приказе и не увлекаясь колонной, Сергей Митт внезапно для немцев развернул свой взвод в сторону моста, которая охраняла 8 самоходных орудий и батарея полевых пушек. Немцы открыли по наступающим советским танкам ураганный огонь, но Т-34 выиграли эту дуэль и подбили 5 САУ и снова подавили гусеницами пушки. Три самоходных орудия немцы бросили исправными и они потом стали трофеями советских танкистов. Во время последней атаки в танк Митта попал немецкий снаряд и он загорелся. Необходимо было срочно покинуть пылающую машину, но в этот момент Сергей Михайлович заметил группу саперов, которая бежала к мосту явно с целью его взорвать. Так как его танк был ближе всего к переправе, Митт решил ворваться на мост и проскочить его прямо на горящем танке. Презирая смерть и готовые взорваться в любую минуту, танкисты огнем пулеметов стали разить немецких саперов. Половина из них была убита, а остальные, ошеломленные таким героизмом советских бойцов бросились наутек. В этот самый момент в танке гвардии лейтенанта Митта стал детонировать боезапас и он взорвался. Последнее, что успели сделать советские танкисты, это свернуть с насыпи в сторону, чтобы не закрывать дорогу своим товарищам. Благодаря жертве экипажа товарищам Митта, переправа была захвачена советскими войсками неразрушенной, а танковый батальон выполнил поставленную перед ним боевую задачу и взял богатые трофеи. За этот подвиг 24 марта 1945 года гвардии лейтенант Митт Сергей Михайлович был удостоен высокого воинского звания Героя Советского Союза. Посмертно. Сергей Митт родился 9 июня 1909 года в деревне Чернецова Новгородской области в семье крестьянина. В июне 1941 года он был призван в ряды Красной Армии и в многочисленных боях проявлял образцы героизма в борьбе с иноземными захватчиками. До совершения своего основного подвига он был дважды ранен и его несколько раз представляли герою Советского Союза. Один раз за то, что он 6 дней находился на подбитом танке на нейтральной территории, нанес большой ущерб врагу и, починив боевую машину, пригнал ее обратно. Правда, никаких наград ему тогда так и не дали. После смерти герой был похоронен в братской могиле в деревне Смольяны Аршанского района. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.